Всем привет, друзья! Продолжаем перепрохождение модификации последний сталкер. И сейчас нам необходимо уже отправляться за третьим контейнером в лабораторию X-18. Но дело в том, что в темную долину мы можем попасть двумя способами. Тут на свалке есть два перехода, которые туда ведут. И в зависимости от того, какой из этих двух переходов мы выберем, будет зависеть то, как будут разворачиваться дальнейшие события в темной долине и в лаборатории X-18. Вот первый раз, когда мы проходили, мы пошли через этот переход, как в оригинале. Встретили здесь на входе Бена из группы Синоптика. Потом разговаривали с самим Синоптиком. Мы затем отправились в лабораторию. Сейчас же мы пойдем через этот переход и посмотрим, что будет теперь. Переходим мы в темную долину и здесь на входе встречаем четверых наемников. Сталкин, ты входишь на нашу территорию. Махнуись. Грек. Из бригады Бормана. Ну, добро пожаловать к костру, Грек. Вот такой вот поворот. Наемники к нам сейчас нейтральны и с ними можно поговорить. А когда мы проходили первый раз, этих наемников мы встретили уже в самой лаборатории и там было не до разговоров. Ну, здорово, Грек. Слышал про тебя. Выпьешь? Выпил бы. Да, печень против будет. Бывает. Меня все Лангольером зовут. Типа пожиратель пространства? Типа просто пожиратель. Ну, ты понял. Что ищешь в темной долине, Грек? Есть работенка и помощники нужны. Твоя группа под контрактом? До пятницы мы совершенно свободны. Что за работа? Экскурсия в Х-18. Сколько плачешь? 25. 50 и деньги вперед. Хм, ну, это нормально. По рукам. Наши действия. Идем ко входу в лабораторию. Трое остаются наверху. Один спускается со мной в лабу. Я ищу одну хрень. Если нахожу, забираем. Выходим и прощаемся. Если нет, выходим и прощаемся. Годится. Двинули? Ну, а чего ждать? Двинули? Ну что, идем, мужики? Вообще, если бы у нас не было 50 тысяч, то с ними договориться не получилось бы. И вот неизвестно, как повернулись бы события по-другому. Возможно, ну, тут должны, по идее, сидеть ребята из группы синоптика. Может быть, надо было бы к ним идти или просто самому отправляться в лабораторию. Ну, неизвестно. Ладно, сейчас мы проверим данное развитие событий. А потом, если что, еще раз переиграем. Но только этот момент. Ладно, идем в лабораторию. Ну вот, пришли мы ко входу в лабораторию. Но я смотрю, дверь заперта. Тут какой-то Юра Рябой лежит. А вот, кстати, код. 680199. Может быть, он как раз и подойдет. Сейчас надо поговорить. Ты со мной идешь? Ага, погоди, Грек. Если не секрет, что тебе нужно в Х-18? Понимаешь, мы были уже здесь вчера. Хм. Ну, тогда махнемся инвой, ты мне расскажешь, что и с кем вы искали в лабе вчера. А я расскажу, зачем мы полезем сегодня. Идет? Идет. Нанял нас один мутный старикан. Бабла у него мало было, но он артомер расплатился. Искали стальной контейнер с буквами HSM на борту. Не нашли. Хм. А что за старикан? Говорю же, мутный. Прикид как у отстоя, а ствол крутой. Я таких не видел. Одним выстрелом спящего зомби мочканул. Ни одна крыса не успела кинуться. Что это такое спящие зомби? Не встречал еще? Увидишь. Проходи мимо. Он не тронет. И запомни, никогда не стреляй в спящего зомби. Вратваях еще называют повелители крыс. Крысы стерегут их сон, атакуют и рвут любого, кто помешает сну спящего зомби. Аж мороз по коже. Просто не трогай их и все. Ну а теперь твой черед колодца. Что искать будешь? Видел такие ножи? Показывает метательный нож. В Х-18 была нычка с полным комплектом. Что за фигня? Неужели это стоит 50 кусков? Они мне дороги, как память о дружбе. Ааа, теперь понял. Да, у старика на того был какой-то фонарик, чтоб дверь в лоб открыть. И с кодом он умудрил чего-то. Перебивал типа. Запомнил я 402-911. Разберемся. Пошли. 402-911. А здесь другой код. 402-911. Ага. Все, дверь открыта. Ну что, вы идете? Ну, должны по идее пойти за мной. Отправляемся в лабораторию. Ну что же, мы внизу. Наши попутчики еще пока не спустились, но по идее должны. Скоро здесь появиться. Да, вот и они. Ну что. Отправляемся? Ну, что встал. Слушай, Грек. Я думаю, будет лучше, если я отведу себя туда, где мы остановили поиск. Где-то там что-то увидел. Что-то такое, что сразу повернул назад. Ладно. Иди вперед. Так. Хм. Он только один спустился. А та троица чего не пошла. Странно. Ну, ладно. Идем за ним. Ну и привозит он нас вот к этой двери. В этом помещении с эмбрионами. Мы как раз... Тут вот в прошлый раз, когда были... Не могли ее открыть. Может, сейчас получится? Что опять? Дверь закрыта и заблокирована. Ну и что? Значит, кто-то побывал здесь уже после вас. Может, тот мутный дедок. Не нравится мне все это, Грек. Предлагаешь вернуться? Ну уж нет. Два здоровых мужика со стволами. Что нас заставит отступить? Ну, как-то так. Не понял. Это что еще было? И дверь закрылась. Так, ладно. Но если попробовать ввести тот... Код, который был... Написан на ящике. Насарапан на входе. Сейчас попробуем. Там было... 608, 199. Нет. И как тогда быть? Что-то я не понял. Ё-моё! Ха! Так здесь оказывается... Это тень. Или мешок. Короче говоря, темная субстанция. Вот в чем дело. Ладно, но она сюда, по идее... Не должна попасть. Поэтому сейчас мы ее... Расстреляем. Зараза. Все? Вроде все. Так, но дверь по-прежнему... Не открывается. Ладно. Так, ну... В этой лаборатории мы никаких кодов, кроме вот... Кода... На той доске... Не нашли. Но тот код уже... Нас выкинет. Должен нам понадобиться для того, чтобы выйти на поверхность через люк на болоте. Но... Давайте сперва сейчас заберем здесь контейнер. И затем... Все же попробуем подняться наверх тем же способом, как мы сюда и спустились. Так, забираем контейнер. Еще так же... Стоит не забыть... Взять КПК доктора Бравермана, который тут... В шахте лежит. Вот здесь вот. И... Поднимаемся наверх. Ну и вот... Поднялся я наверх. А здесь... Дверь закрывается. Ха. Что за херня, фрейра? Что вы открыли двери? Где лонгальер? Он замочил его. Зажмурился лонгальер. Монстрюга порвал его. Открывайте. Поджиные, открывайте. Он у нас тоже, как лонгальера. Чиж, активируй таймеры. Эээ, фрейра. Да я вам без толковки подкручу. Прощаю, блюдок. До встречи, Вадо. Ничего себе. И у нас есть 15 секунд, чтобы... Походу прыгнуть обратно в лабу. Иначе... Будет... Будо. Дек активирован. Да, дело. Интересно, почему этот таймер не дошел до конца? На 6 секундах взрыв произошел. Странно. Вернулся я в лабораторию Х-18. Повезло тебе, козлина. А теперь попробуй выбраться из лабы. Выход заминирован. И мины сработают на твое появление. Желаю тебе сдохнуть от холода, мразь. Ну и тут появляется задание найти способ выбраться из Х-18. Наемники с прифуга устроили ловушку. Возможно, не стоит горячиться, а сперва найти... Переговорить с ними. Ха. Но мы, в принципе, знаем. Уже где находится выход из лабы, это нужно пойти... Настереть там... Вытереть ту доску, посмотреть код и выбраться через люк на болоте. Но давайте сперва сбегаем еще раз к той двери. Да, смотрите, здесь сейчас можно ее открыть. Ха. И что тут? Лонгольера. Ничего интересного. Так, а эта штука обесточена. Ладно, но что-то здесь должно быть. О! Включение аварийного питания. Вот где-то. Запрятано. Потому что, кстати, такой прибор есть еще и на входе. Лаборатории. Включить трансивер. Вызываю всех. Секью. Всем, кто меня слышит. Секью. Блокирован в лаборатории Х-18. Нужны координаты резервного выхода. Назовитесь. Доктор Браверман. С кем говорю? Здесь Луценко. Доктор, вы живы? Невероятно. Да-да, жив. Что у вас с голосом? Травмированное горло. Мне нужен резервный выход. Вы не помните, где резервный выход? Нет. Черт, побери. Неужели непонятно? Успокойтесь, доктор. Старая веншахта. Код к двери найдите. Вы его сами изменили, но сказали, что цифры взяли с какой-то надписи в лаборатории. Понял. Не можем вас встретить, доктор. Нет техники. Ничего. Доберусь. Конец связи. Хм. Вот как все разворачивается. Ладно. Хорошо. Ну и теперь можем идти... ...стирать ту надпись. Точнее, не надпись, а просто там надо вытереть, просереть доску. Где-то здесь должна быть комната. И затем поднимаемся на поверхность, как и в прошлый раз. Вот. Тридцать один, семьсот семьдесят семь. Лезем наверх. И здесь вводим этот код. Тридцать один, семьсот семьдесят семь. Засчиталось у нас задание найти способ выбраться из Х-18. И теперь надо разобраться с наемниками. Ну, пойдем их поищем. Возможно, они еще на территории этого комплекса. А если нет, то... ...может быть, там, где мы их встретили. Сейчас посмотрим. Ну-ка. По-моему, тут... ...никого уже... ...нет. Хотя метка стоит... ...именно на это место. Ладно, может, все же спустимся чуть ниже. Посмотрим, может, тут чего-то появилось. Вроде нет. Дверь открыта. А если... ...мы зайдем... ...все активированы. Я понял. Датчики все еще работали. В общем, в Темной долине я этих наемников так и не нашел. Вообще, в Темной долине никого больше не нашел. Вот только здесь, на базе, лежат трупы. Ну, они лежали тут и раньше. Но у них ничего интересного нет. И... ...как я понял... ...этих наемников мы, наверное, встретим дальше по сюжету. Где-то они должны объявиться. Также, кстати, я решил перезагрузиться. Вот попробовал после того, как мы включаем в лабораторию X18 аварийное питание... ...пойти использовать трансивер, который находится у главного выхода из лаборатории. Потому что он тоже там есть. И, в принципе, ничего не изменяется, если мы используем его. Тот же самый диалог с учеными из Лиманска. Так что... ...ничего нового. Поэтому сейчас я продолжу дальше идти по сюжету. И думаю, эти наемники где-то должны... ...будут нам встречаться еще. Итак, я сейчас прибежал на бархолку, чтобы спрятать контейнер из X18. И вот предполагаю, что... ...появляется здесь снова синоптик. Что у него должен быть уже... ...не спеши. Нам, походу, поговорить надо. ...немного другой диалог. Ведь мы его не встречали в... ...лаборатории... ...точнее, в Темной долине. Поэтому... ...посмотрим, что он нам скажет. Здравствуй, Грек. Я синоптик. Ну, здорово. Вопросов у меня к тебе, братан? Ага. Ну, тут, похоже, тот же диалог, что и... ...был, когда мы пошли... ...через другой переход... ...и встретили его в Темной долине. Да. Ладно, я его просто промотаю. Если кто не видел, можете на паузе прочитать. Так. В общем, просит он нас найти... ...эту книгу. Некрономикон. Рассказывает про стражей и так далее. И... ...судя по всему, сейчас должен... ...да. Говорит, что... ...отправляйся на сортировку, поговори с торгашами. Но все как и обычно. Просто диалог был расширен. Все понятно. Пришел я сейчас на сортировку. В бар. И здесь, сейчас у бармена есть куча диалогов. Но вот есть... ...один интересный. Спрашивает Грек про военных сталкеров. Бармен говорит, что пока толком ничего не знает. Но попытается выяснить. И за это... ...за эту информацию про военных сталкеров... ...он просит Грека принести... ...стеклянный нож. Ну, точнее, как мы позже узнаем, обсидианов из болот. Первый раз, когда мы проходили, мы, конечно же, этот нож принесли. За что бармен нам рассказал о том, что военные сталкеры отправились в Лиманск. И что некий сталкер по прозвищу Золотой знает, как тоже попасть. В этот самый Лиманск. Но если мы сейчас откажемся, пустое это дело. Ладно, тогда забыли и про нож, и про военных сталкеров. Без обид, просто времени жаль на всякую безнадёгу. То вот неизвестно, как мы попадём тогда в Лиманск. Ибо первый раз нам как раз вот помог Золотой. А сейчас... ...непонятно, как будет. Но посмотрим. Двигаемся дальше по сюжету. Только что мы с группой Маклинза побывали на поляне. И вот вышли на сортировку. Здесь, как и раньше, есть диалог. Какие планы на ближайшее время? Можешь что-то предложить? Ну, нутром чую, будет скоро заварушка на сортировке. Мне понадобятся люди. У тебя полно своих братков. А у нас, извини, другие дела. Отсидимся трохи, да и двинем на болото. А вот раньше, в прошлый раз, когда мы проходили, он отвечал, что хорошо. Только немного отсидимся и, в общем, подходи к нам. Ладно, удачи, братуха. То есть теперь при штурме военного городка, если, конечно, этот штурм будет, эти ребята нам уже не помогут. Сейчас я побывал на странной фабрике. И вот нашёл там снова эти приборы. И здесь у нас опять предоставляется выбор. Или мы можем продать эти приборы доктору Лукьянову, либо оставить их себе. В первый раз, когда я проходил, я оставил их себе, но потом мы просто отдаём их учёным, и ничего не происходит. И я вот сейчас даже думаю, может, стоит продать. Может быть, тогда учёным эти приборы понадобятся, и они нас отправят на поиски. Без понятия, как лучше поступить. Или просто когда первый раз проходили, мы что-то, опять же, не сделали, и поэтому приборы эти особо никакого толку и не принесли. Даже не знаю. Но давайте всё равно не будем продавать, мало ли, что-то изменится. Таких таких походов, как вчера. Не будет. Но, опять же, я не знаю, зачем они точно нужны. Сейчас же я пришёл уже в штаб Панцира за следующим контейнером. И смотрю, сейчас тут никого нет. Мы же разговаривали с Панциром на сортировке, и вот ребята, похоже, отсюда ушли. Ладно. Хорошо. Так. Сейчас первое, что я хочу проверить, это клетку, где держали заключённых. Надеюсь, она открыта. Да. Мне вот писали, что в этой клетке где-то есть... Да, смотрите, тайник. Клычок бумаги из бункера под свалкой. Нашедшему просьба отдать этот документ Анисиму Пулевичу. Сортировка военный городок. Высокое вознаграждение. Гарантируется. Далее колонки цифр. Найти дешифровальщика? Самому шифровку не декодировать. Нужен спец. Ха. Ладно. Разберёмся. Так, ну а сейчас пойдём за контейнером. Хочется верить в то, что мы сейчас не встретим там этих теней. Потому что в одиночку с ними справиться будет непросто. Ну посмотрим. Ну что? Да, всё понятно. Против них тогда будем использовать метательные ножи. Я включил прицел. Чтобы было полегче. Вот по сути два таких самых убойных метательных ножа. И этот мешок умирает. Так, больше пока не вижу никого. Сейчас заберём наши ножи. Отлично. И идём за контейнером. Так, а сколько их тут вообще? Я вот вижу... Второй. Ой-ой-ой, промазал. Ещё промазал. Всё, готов. Отлично. Или не промазал. Хм, три ножа всё же прилетело в него. Ладно. Странно. Так. Ух ты, ещё ползут. Где? Ничего не видно. Нам же нужно тут ещё генератор запустить. Готово. Ещё будут? Да, ещё будут. Ещё слышу. Вот. Раз. Он попал. Попал. Всё, готов. Отлично. С метательными ножами вообще просто они на ура убиваются. Так, тут у нас генератор. Запускаем, как и в прошлый раз. Кстати, ещё здесь вот... Находятся... Артефакты. В таких вот больших колбах. Но их никак не достать. Судя по всему. Или просто мы не знаем, как их достать. Ладно. Вообще у меня... Мелькнула такая мысль. Это светляк, судя по всему. Что, возможно, это артефакты, которые берутся ловушками. Но даже если это так, то всё равно... Тут же стекло, которое никак не сломать. Если бы у меня были с собой ловушки, можно было попробовать. Но у меня, к сожалению, нет. Ладно. Идём забирать контейнер. И затем... Движемся дальше по сюжету. Спрятал я уже на барахолке тот контейнер, который нашёл в штабе панцера. И после этого на нас снова напали солдаты из GRC. И затем прислал сообщение Варнак о том, что с нами хочет встретиться майор Иванцов. Так что вот я пробрался на сортировку. И мы можем уже спуститься в этот подвал. Здесь диалог немного отличается от того, что был в первый раз. Здорово, начальник. Я слыхал, что ты можешь в Миндуру в военном городке провести. Зачем тебе? Так, интересуюсь. Не убеждает. Будет реальное дело. Подходи, переговорим. То есть, пока что... Это можно. Пока что реального дела нет. А в первый раз дело было в том, чтобы освободить Гену Хакера. Сейчас же пока причины туда соваться нет. Ну ладно. Нам всё равно надо найти... Этого дешифровальщика. Может быть причина будет крыться в той бумажке, что мы нашли. А может и нет. Посмотрим. А тем временем у бармена появился новый диалог. Да, ладно. Пока, Эрнест. Постой, Грек. Есть информация по военным сталкам. У них ещё была база на складах. Причём конкретно держали все окрестности. Рейдеры-одиночки боялись туда сунуться. Интересно, а чего это он вдруг решил с нами поделиться этой инфой? Мы же ему нож не перенесли с болот. Ну ладно. Так а чего боялись и почему в прошедшем времени? Чего боялись? Да хрен знает. А почему в прошедшем? Ушли и двинули к центру. Так, ну тот же диалог. В общем, опять он рассказывает про Золотого. Что он видел, как они переправлялись через реку в Лиманск. И что сам Золотой знает, как попасть в Лиманск. Ему нужен опытный напарник. Может впишешься? Грек. Это вряд ли. Нахрена мне такой болдун? А про тропу попытать Золотого можно. Золотой на Киче. Болтал про Рыжий лес, да про Лиманск. Вот мусора его за решётку и сунули. В военном городке мытарится. Поговори с Варнаком, он в курсе. Да хрен с ним золотым. Вот что, Эрнест. У тебя случаем знакомого хакера, нет? Гена здесь. Да, ты его знаешь. На хуторе у Сидора видели его. Гена? А вот это в масть. Ага. Ну вот у нас сейчас хоть какая-то появилась причина, чтобы вызволить... Чтобы атаковать военный городок. Нужно, судя по всему, освободить Золотого. Но сейчас нам бармен сказал, что Гена на хуторе. Но, насколько мы помним, Гена хакер тоже там за решёткой сидит. Поэтому, похоже, сейчас надо будет вот идти к Иванцову и говорить, мол, надо вызволить ребят. Но сейчас ещё посмотрим, может, у Варнака появился диалог. Да, появился. Про Иванцова спросить хочу, не заходил он больше? Нет, не было. Может, что передать? Передай, мол, Грек повидаться хочет. Хорошо, Грек, если что, я маякну. Он визуально видит, и вентально обдумал. А-а-а-а, вот как оно. Ладно, здесь, походу... Ладно, задание обновилось, сразу засчиталось. Судя по всему, да. Я перед тем, как идти в штаб долго, вот не поговорил с Варнаком, у нас не было задания с ним поговорить, но когда проходил первый раз, к нему забежал. И он сказал, типа, ну вот мы этот диалог проговорили, мол, он маякнёт нам, и он нам как раз вот маякнул, когда мы положили последний контейнер. Ну, не последний, предпоследний контейнер спрятали на барахолке. Ладно, в общем, надо было с ним этот диалог ещё раньше проговорить. А тут просто как-то получилось так... Странно. Ну, ладно, это... Не столь важно. Самое главное, что мы сейчас получили причину, чтобы атаковать военный городок, поэтому пойдём к Иванцову. Так, здорово, Грек, говорят, искал ты меня. Ты же мне это вроде уже говорил. Здорово, выискал. Можешь ментуру в военном городке провести? На кище там человек парится. Поболтать мне с ним надо. Мог провести, теперь нет. Сам еле ноги унёс. Подозревать менты чего-то начали. Кто интересует-то? Там и твои есть, и... Маклинс, и Шамрай. Хм, и Шамраевский есть? Ну, тогда, походу, все интересуют. Если есть надёжные люди, можем напасть на городок. Людей найти можно. Не найдёшь, не беда. Вдвоём справимся, хотя туго придётся, конечно. Вдвоём? Это нереально. Так, ну, в общем, опять он просит найти винтовку СУДК или выхлоп. Найдём. Когда будешь, обсудим. И... Всё понятно. Теперь, походу, надо разговаривать снова с Шустрым, и он... Опа-на! Не понял. Вот это встреча! Ялта! А дружки твои, сапёры, где? Грек, непонятка между нами вышла. Мы думаем, что стоит обсудить ситуацию. Что-то в тёмной долине. Вы не стали обсуждать ситуацию. А просто заминировали выход заранее. И чуть не отправили меня на сходняк к Архангелу. Косяк за нами, Грек. Признаём. Мы потом спустились в лабу. Нашли тело вам гольера. Все поняли. Наш косяк. Ладно, забыли. А сейчас-то от меня. Чего хотите? Ситуацию обсудить. Разве не осуждали ещё? Ну, лады. Пойдём, обсудим. Хм. Это у нас... Тут наёмник. Только сейчас он уже почему-то одиночкой стал. Так, шустрое. Но у него диалог имеется всё так же. По-прежнему. Ладно. Но пойдём сперва что-то обсудим. Ага. Вот, похоже, и... Остальные наёмники. Да? Да, здорово, ребята. И все стали уже одиночками. Ну и что? Хотел обсудить? Ещё раз приносим жуткие извинения, Грек. На взводе были. Семерых потеряли к тому моменту. И тут ты возвращаешься из лабы один. Без лонгольера. А выход минировали, потому как всегда минируем. Входы-выходы подземелья при проведении операции. Никогда не знаешь, что оттуда вылезет. А мины где берёте? Те, что на выходе из Х-18 ставили, в схроне на кордоне. Прямо под носом у Джерси на южном блокпосте заныкали. Надёжно. Масть почему сменили? Или чисто маскировка? Надоело без контракта и без денег сидеть. Да это ладно. Шокер, главный наш, дружбу с Джерси закрутил. Снарягу и технику получил. Коню понятно, что-то крупное готовится. Спроси у Шокера. Тот нормально объяснять начал, мол, укрепить базу надо. А потом сорвался, орал так, чуть кондратья его не хватил. Мол, не наше дело, не нравится, сваливайте и так далее. Но мы и ушли. Укрепляться Шокер сильно думает? А то, даже вертушку и турели получил. Система техник прибыл из Варшавы. ОСП погоняла, а это очень серьёзное. И что делать думаете? Без денег из зоны возвращаться не в жилу. Примкнём к какой-нибудь группировке, поработаем на свой карман. Но это сложно, не любят в зоне наёмников. Даже бывших. Поможешь с рекомендациями? Ни хрена себе, вы меня чуть на атомы не разложили. А я вам, значит, протекцию? Ясно, ну извини. Постой, будут вам рекомендации после проверки. Делать-то что? То, что вы умеете. Стрелять. Давай попробуем. Точитесь здесь. Вернусь, расскажу, что делать. Вот как. Теперь они нам помогут со штурмом военного городка. Понятно. Хорошо. Ну вот, а теперь мы уже можем разговаривать с Шустрым. И отправляться в Х-18. Как я понимаю. А по пути в тёмной долине... А, тут ещё раздвоение идёт. Так, так, так. Что тут он говорит? Значит, винтовка нужна. Большой калибр. Это, конечно, хорошо, что деньги у тебя есть. Другое мне нужно. Видел, наверное, в болотах. Так, да. Он просит принести эту статуэтку. Из Х-18. И где искать сеть? Чудо. Припоминаю я, что сталкер, вырезавший скульптуру, сгинул где-то в зоне. Нестор Баптист? Да, давно про него ничего не слышно. Но это и не важно. Прототип в Х-18. Место я укажу. Договорились? А что будет, если не договорились? Пошёл ты нахрен, шустрый. Ииии... Допустим. А где мы можем ещё раздобыть такой ствол? Кто подскажет? Что притащил? Сидор молчит. Ну, проветришься, заходи. Ну, пока что, по крайней мере, здесь, в этой деревне, на сортировке я никого не нашёл, кто смог бы нам помочь с винтовкой. Возможно, стоит сходить к бармену ещё, поспрашивать. Либо мы можем попробовать, нам же вот те бывшие наёмники сказали поговорить с шокером. Может быть, он сможет помочь с этой винтовкой. Ну, а если нет, если никого не найдут, то туда перезагружусь и всё же обращусь к шустрому. И отправимся в Х-18 за статуэткой. Но, в любом случае, всё это проверим уже в следующей серии. А на этом давайте эту часть завершать. Так что, всем большое спасибо за просмотр. С вами был Хаюк. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok